Я не знаю, друзья, по-моему, это какое-то просто чертовое проклятие. Другого объяснения я почему-то найти не могу. В общем, всем привет, с вами, как всегда, Мигу Фифа. У нас новая серия карьеры за Шальке 04, Фифа 21. Я сейчас просто объясню, почему. Потому что, ну, я любитель записывать по две серии подряд. То есть, одну за Милан, другую за Шальке, ну, или за Бобби Брауна, в зависимости от того, что мы делаем, да, во что мы играем. Ай, Господи Боже. И вот у нас случилась такая веселуха, что я сейчас пошел записывать сначала карьеру за Милан, записал один матч, и у меня опять выскочил этот долбанный синий экран смерти. Ну, и естественно, как это было вот с Евро-Трексимулятор 2, я теперь знаю, что сейчас ничего не сохранилось, файл закарабкался, его невозможно открыть, и с ним невозможно работать, и матч не записался. Поэтому я хочу сейчас, скажем так, переключиться немного с Миланом на Шальке, а Милан записать, например, тогда на следующий день, чтобы одно и то же не повторять, а было что-то новенькое. Поэтому у нас сегодня новая серия карьеры за Шальке 04. Напомню, мы в прошлой серии провернули парочку неплохих трансферов, купили себе нового галки про Фареница, купили себе Эмра Мора на правый фланг на замену в Мангетуке, ну и выходим на финальную часть чемпионата. Нам пришел отчет по молодым игрокам. Значит, голландцы. Нет, нет, ну можно взять, но я сомневаюсь, что из него что-то хорошее выйдет. И немцы. Вот этот, кстати, хороший парень. Нет. Хинца посмотрим. Этот нет. Этот нет. Мы отправимся против Мюнхен-Лабухской Боруссии, которые сейчас вот 11-й на чемпионате, но мы выйдем основой, потому что серьезный соперник Мюнхен-Лабух. Да, я так говорил в первом матче, но особой борьбы там не получилось, можно сказать и так. Но все-таки нам сейчас надо попытаться залезть в Еврокубки, хотя бы в Лигу Европы. Шансы у нас на это есть. Поэтому сейчас не время, чтобы играть вторым составом и из-за этого терять жизненно важные очки. Потому что, прикиньте, мы сейчас где-нибудь вторым составом сыграем, потеряем очки, и нам это потом аукнется где-нибудь. Потом, вот в конце чемпионата, когда нам буквально нескольких очков не хватит до Еврокубков. Поэтому не будем рисковать и выйдем основой сегодня на матч против Мюнхен-Лабухской Боруссии. Показывают разминающихся игроков Шальке, Санэм, Пасиенция, Харид, Пасиенция, который сейчас лет лучшим бомбардиром чемпионата. Солнечно сегодня на Боруссии парк. Солнечные у меня за окном. И с чем пришлось шторки закрыть? Там такая погода непредсказуемая. Там тульфи где-то ходят-ходят, а солнце затмить они так и не могут. И стоит мне только раздвинуть шторки, как тут вылезает солнце. Стоит мне их закрыть, как тут солнце уходит за тучей. В общем, с ума сойти можно от такой погоды. Поехали. Ой, передача опасная. Удар по воротам 1-0. Лоса на Плеа. Ну, собственно, об этом я и говорю, что легко нам ни в коем случае сегодня не будет. Во-первых, потому что мы приехали в гости к Боруссии. Во-вторых, знаю, что Минхенелад бы очень крепкая команда. И легко нам может быть только в случае, если мы будем взбивать прям все, что имеем. Ну, а здесь расстрел в Вару Тронова. Мощнейший выстрел Плеам. И он забивает свой девятый гол в чемпионате. 1-0. Знаете, вот если честно, я не могу назвать какого-то конкретного лидера у нас в шальке. То есть по Сенце, да, можно его назвать, потому что он тащит нас, потому что он больше всех в команде забивает. Он лучший ломбардер в Бундеслиге. Но я не знаю, не могу все равно еще читать, как вот игрок, лидер нашей команды. Может, потому что он арендованный и уйдет. Не знаю. Ут. Ну, в принципе, единственный нормальный вариант, который можно здесь предположить, пока атака Минхенелад быка идет. Вульф с мячом убирает защитника. Опасно. Тюрам. Удар поворотом и 2-0. Вот я хотел сказать, что нам будет легко, если мы будем взбивать все, что имеем. А пока наша вот эта вот формулировка и пользуется Боруссия. Они забивают пока все, что имеют. И 2-0 к 20-й минуте. Ну, конечно, дырка огромная у нас по центру образовалась. И Маркус Тюрам взбивает свой лишь второй гол в Бундеслиге. 2-0. Это уже серьезно. Угловой шальки. 31-ая минута подачи. Амина Харита. Галкипер. Зомер. Маскарел. Подача на дальнюю штангу в руки Зомера. Перерыв. 2-0. Пока проигрываем Боруссии. Причем без шанса. Пасиенция. Здорово ворвался в штрафную. Забивать Гонсалу. 2-1. Вот так мы ударно начинаем второй тайм. Тут же забили. В первой же атаке. На второй минуте второго тайма. Гонсалу Пасиенция. Начинается. Там опять тучки закрыли. Солнце. Но чую ненадолго. Здорово. Он здесь потолкался корпусом. Ворвался в штрафную. И в дальнюю девятку вколачивает этот мяч. Вложив наверное всю свою злость. И 18-й номер. Шальки забивает свой 18-й гол в этом розыгрыше Бундеслиге. И 2-1. Давайте. Теперь будет легче намного играть. Штрафный удар Баруси. 53-й мута Алл Санны Плеам. У мяча пошла подача. Ронову молодец кулаками выбил мяч. Плеам. Ой как. Ой-ой-ой-ой-ой. 3-1. Одним разворотом Плеам убирает всю нашу оборону. Одним разворотом. Он оказывается 1-1 с Ронову перед воротами. А два наших защитника улетают куда-то по своим делам. И 3-1. Мастерюга Плеам. Вот здесь. Оп. И все. И Мустафи с Алифом Псане где-то далеко-далеко позади. Пора делать замены. Потому что у нас сил осталось уже очень мало. Хунталар. А тут даже хрен знает кого выпустить. Я хотел атаку выпустить. Но у нас извините настолько уставшая полузащита и оборона. Что стоит даже в их пользу. Ну вот так. Ладно. Хунталар. Валет. И Сердар. Даже нет. Не Хунталар. Хотя ладно. Пусть Классу Яну шанс дадим. Мы там просили чтобы Класс Яну оставался до конца карьеры. Ну вот он как раз после этого сегодня карьеру завершает. Поэтому получается что он до конца карьеры и остается. Плеам. Уже штрафной. Псане выносит. Удар Плеа. И Рону успевает. Потому что Плеа оказалось по пустым добивал. Ой-ой-ой. Прострел на пустые. И все. Диоб ставит точку. 4-1. Беспомощный мы сегодня против Баруси. Но это факт. Беспомощный. Они нас переигрывают. Вопрос чем? По-моему техникой. Там дриблингом и прочим. 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 А здесь Калашин. Софьян Адиопа. Забыл на задании штанги. И 4-1. В Стамбуле. Удар поворотом. Но это не точно. Хунталар. Валет. Удар поворотом. 4-2. Тимоти Валет забивает с передачи. Хунталар. Можно, конечно, сказать, что замены сработали. Правда, поздновато немножко. Вряд ли мы успеем отыграться. У нас осталось буквально минут 10. Если учитывать добавленное время. А счет на табло 4-2. Ну и здесь почти с 11 метровой отметки. Валет расстреливал. Избивает он свой восьмой гол в чемпионате Германии. Опасно. Мимо. Все. 4-2. По всем статьям и без шансов. Проигрываем им в Малабусской Боруссии. Пришли окончательные отчеты по Карлу Гранту и Яраулю Детомасу. Детомасу имеет девятый рейтинг. И стоит он 20 миллион. Карл Грант 8,5 миллионов. Стоит 74 рейтинга. Ну то есть, конечно, он проигрывает в рейтинге по Сиенции. Но вот с нашими средствами это единственное, кого могли бы себе позволить. Тут Форинис и Сердар протятся на эту игру. Ну и мы сейчас скажем, что подумаем. Сердара, наверное, скорее всего, точно выпустим. А вот по поводу Фориниса подумаем. Ну тут надо сейчас, конечно, провести замену, потому что у Сердара травма была. И поэтому из основного состава выпал. Матч против Бремена. Вердер. Давайте мы сделаем так. Мы выпустим основу. Но вместо Ронова сегодня Форинис выйдет. Скажу честно, Форинис понравился мне в предыдущей серии. Больше, чем Ронова. И, может быть, уже совсем скоро Форинис пойдет в старт. Арен Ауфшальк. Сегодня в пасмурную погоду на Арене Ауфшальк сыграют Шальке и Вердер. В рамках 22-го тура Бундеслиги. Постараемся не ударить грязь лицом сегодня. И сыграть достойно. Опасно. Фулл крюк передачи пяткой. И Битенкурт отправляет первый мяч в сетку наших ворот. 0-1. Пятая минута. И опять большой привет обороне. Леонардо Битенкурт. Четвертый гол в Бундеслиге. И 0-1. Вот так мы быстро пропускаем. Ой, здорово. Пассиенция. Удар по воротам. 1-1. В ответочку прилетает. Гонцало Пассиенция забывает свой 19-й гол в Бундеслиге. Веселое начало у нас, я вам скажу. 7 минут сыграно. Табло уже 1-1. Но разыграно было здорово. И тут тоже большой привет вердерской обороне. Здесь Уд одним разворотом убирает. Передача налево. Харид выкатывает в центр. Ну и уже очень много пространства Пассиенции было свободного. Ну и он ими, конечно же, пользуется. 1-1. Ох, что дальше-то будет? Что началось? Фариньес. Ошибается с передачей. И мы пропускаем второй. На 19-й минуте. 1-2. В рискованный пас отдавал Фариньес. У Калашиноса не было. Сто процентной уверенности в том, что он этот мяч заберет себе. Смотрите, передача и все. И перекрыли здесь Калашиноса. Опять в ближний угол. Причем в один тот же. Бьют игроки Вердера и забивают. Седьмой гол Давида Селки. Точнее, Дэви Селки. В чемпионате и 1-2 мы вновь проигрываем. Все, перерыв. 1-2 пока проигрываем Вердеру после первого тайма. Хороший пас Пассиенция. Здорово. Ну. Катит обратно. Ут. Удар справа. И штанга. Вот стоило столько раскатывать. Стоило Пассиенция сейчас вот так любезностью с Утом обменяться, чтобы не забить. Стопроцентнейший голевой момент. Нет, миллионно процентный голевой момент. В Стамбуле. Пас есть. Ут. Оффсайт. Он забивает, но положение вне игры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подарили мяч Вердеру. И выгребаем третий. И оборона опять где-то гуляет. Да, я тут говорил, что мы не будем очков досчитываться. Мы и так их уже не досчитываемся в огромных количествах. И Максимилиан Агештайн забивает свой третий гол в Бундеслиге. 3-1. Надо делать замену, иначе мы не вывезем. Причем замены мы сделаем немножко другие, чем всегда. Мора выпускаем направо. В Мангетука в центре Атаги сейчас будет гонять. Валета вместо Ута. Да и, наверное, все. Ну и Маскарелла вместо Стамбули. Ну, удар по воротам. Это мимо Маскарелла. Летит 100-метровку 17 номер Вердера. Прострел в центр. Саргент. Удар. Рикошет. Какой кошмар залетает в наши ворота. Ужас просто. 4-1. Празднует гол Биттенкурт, но будет, скорее всего, он записан как автогол Салифа Санэ. И этот гол добивает нас окончательно. Меня больше всего убило, что Санэ перед этим в воротах был. Вот это меня больше всего убивает. Вот он только выгодил из ворот. Тут рикошет от его ногу и мяч заскакивает мимо Фориниса в ворота. Да, автогол Салифа Санэ. Ужас. 4-1. Знаете что, с такой игрой и с такими результатами я могу сам спокойно взять и просто закончить эту карьеру после первого сезона. Так скажем, самолично, по собственному желанию, уйти в отставку с поста главного тренера Шальки. Потому что если мы не закончим, точнее наоборот, закончим сезон не в десятке, то я уйду из Шальки. Сейчас мы пока седьмые. Пока терпимо. Но вот с такими этими, это конечно... С такими играми отставка недалеко. Форинис говорит, что понимаю, что мы не смогли сегодня выиграть, но я вам благодарен за место. На поле. Давайте мы все-таки его по шеям настучим. Я хочу привить в состав менталитет победителя. Быть на поле недостаточно. Нужно помогать команде победить. Сердар действительно ценит то, что мы прислушиваемся и даем играть. Ну и давай скажем так держать. И тут предложение по трансферу Марка Ута. Бетис хотят 8 миллионов за него, но мы его не отдаем. Мы пока седьмые, но Байер от нас отстать сумел. Потому что мы до этого матча шли с Байером, имея одинаковое количество очков. Но сейчас Байер уже на три очка впереди нас ускакал. Но еще за Еврокубки пока бороться мы можем. Торуна Рига хочет стать в следующем матче в основу вместо Салифа Санэм. Давайте мы скажем, что подумаем. Потом заканчать насчеты по всем тем, кого мы заказывали. Еще когда трансферный актив был открыт. Вот давайте мы их посмотрим. Зиркзи 69, Равелла 65, Мартинелли 75, Гравенберг 77. Он стоит 24,5 миллиона, Мартинелли 12. Ага. Кудус 78, Брюстер 72. Понял. Еще веселее. У нас матч против Дортмундской Боруссии. Еще веселее. Хотя казалось, куда ж еще веселее. Но мы давайте сделаем вот такие замены. В Мангетуку поставим центрального нападающего. Справа Эмрамор будет бегать. Ну и вот так, наверное, мы выйдем. Потому что особо разницы от Ронова и Фарениса конкретно вот в этих двух матчах этой серии я не увидел. Разница только в том, что Фаренис 4 пропустил, а Ронова 5. Ля какие люди-то в Боруссии. Нихрена себе. Лука Модрич доигрывает карьеру в Дортмундской Боруссии. Обалдеть. Ну, кстати, смотрите. Я могу остаться в шальке только при условии, если мы будем... Самая низшая позиция, где мы можем оказаться. Это одиннадцатый. И то, проигрывать десятое место мы должны не более трех очков. То есть это буквально там близко ряда. Можно еще сказать, что вот не повезло чуть-чуть. Только тогда я останусь в шальке после этого сезона. Если же мы будем ниже. Или будем проигрывать десятое место больше трех очков, то извините. Наша карьера на этом заканчивается. И мы начинаем новую. И, скорее всего, это будет Ливерпуль. Или нет. Или же Салферс Сити. Я пока подумаю. Показали нам вот сейчас Мацо Хумельса, Джейдана Санчо. Жизнерадостная музыка играет на сигналы Дуна Парк. Сумасшедшая арена в плане поддержки. Просто невероятная поддержка болельщиков здесь. Здорово. Вон идет Ука. Хорошо убирает защитника. Удар слева в дальний угол. На месте дурки. Но вот это, кстати, здорово было. Ой, Модрич. Модрич. Какой сольный проход. 1-0. Модрич. Дедуля еще может. Раскидал всю нашу оборону Лука Модрич. И Борусия выходит вперед в концовке первого тайма. Недоволен Рону. Здесь улетел почем зря Салив Санэ. Но и Мустафи тоже особо до Модрича не дотянулся. Первый гол Луки Модрича в Бундеслиге. И 1-0. Холланд. Развернул Мустафи и 2-0. Настолько все безнадежно у нас смотрится. Просто безнадежнейше. Потому что, ну, если бы проигрывали бы как-нибудь, знаете, ну, например, не повезло, да? То есть как-то Москоглу по еще что-то. Я бы еще принял бы. Это было бы невероятно обидно. Но понятно было бы, что игра у нас идет и есть к чему стремиться. Но здесь у нас вообще игра не идет. Вообще мы сделать ничего не можем. В этой серии конкретно. Да и не только в ней. 16-й гол Линга Холланда в чемпионате и 2-0. На 43-й минуте остался счет матча. Эмрамор. Ой, здорово. И бить надо. Удар! Ну, вот здесь уже, да. Вот здесь уже не повезло. Хотя казалось, это надо забивать в дальний угол. Но видите, его сзади, по-моему, его тезка Эмрэджан придерживал. И Эмрамору пришлось тянуться к этому мячу. И вот удар не особо хорошим получился. Холланд. Передача. Модрич. Прострел на дальнюю. На месте. Прострел. Вынести. Да, вынесли. Сумасшедший момент. И третье мы спасибо пока не пропускаем. Но будет у главы Баруси. Лука Модричу мячам. Холланды, кстати, поменяли. Непонятный Тигис вышел вместо него. Неужели Баруси как бы уже решила, что все безнадежно для нас. И играется там с молодежью. Или просто теми, кто не часто выходит в составе Дортмунда. Мор. Здорово. Ут. Штрафной удар. Желтая Мацу Хумельсу. Причем арбитр настолько без разговоров ее быстро дал, показал Хумельсу. Ну что, 22 метра на ворот. В принципе, забить можно, если уж очень сильно постараться. Амин Харид старается это сделать. Удар. И мяч вылетит выше ворот. Вторая замена у Шальки. Сердар покидает поле. Маскарел выходит вместо него. Ут покидает поле. Выходит валет. И Пассиенция выходит вместо Эмрамора. Пассиенция. Не было офсайта. Пассиенция кое-как отлакнул Джана. Забивать 2-1. Ну, хотя бы сегодня не в сухой. Мы проигрываем все матчи. Хотя бы по одному-два дозабиваем. Гонсало Пассиенция выходит на поле. И первым же ударом забивает. Но времени у нас еще есть около 20 минут. Если учиться добавленное арбитром время. 20 минут на то, чтобы попробовать заставить поволноваться Баруси. Потому что на самом деле во втором тайме Баруси достаточно нервно ведет себя. И шансы она нам давала. 20-й гол. Юбилейный у Пассиенции в чемпионате. Вот парадокс, конечно. Очень странно. Но Шальки проигрывает. А Пассиенция все равно забивает почти в каждом матче. Санчо. Подача. Удар. Прощает нас вот этот молодой игрок. Сейчас вот был у Баруси офсайд зафиксированный. Когда они уже почти выкатывали на пустые ворота под расстрел. Какая же... Сколько ярости там было. Ой-ой-ой-ой-ой. Валет. Тимати Родники. Давай. Валетушка. Удар поворотом. На месте Бюрки. Сколько там ярости. Сколько там злости было. И негодования. В решении арбитра от... Этого. Господи боже. Таргана Азара. Подача. Салиф. Нет. Ой-ой-ой. Улетает. 27-й номер Баруси. Вылетает 1 на 1 с Роноу. Выкатывает Тарган Азар 3-1. И все. Добивает своего Тарган. Он может теперь не ныть. Да. К сожалению, сказки не случилось. Но все равно этот матч мы сыграли, по-моему... Несмотря на то, что я там говорил в первом тайме. Что слишком вот все плохо. Что безнадежно. Но чисто по характеру игру. Как все проходило у нас. Мы явно заставили Барусю нервничать. Это явно было видно. Вот я говорю. Одна вот эта ярость Таргана Азара. Она зафиксирована в сет. Чего стоила. Это был явный показатель, что Баруси дергалась. Она нервничала. Она не была так сильно уверена в своей победе. Ну а сейчас, конечно, уже уверена. А нет. Ну, выиграть они все равно выиграют. Но 27-й номер не забил еще один стопроцентный шанс. Да. Проигрываем мы 3-1. Вот удивительно. Баруси самый сильный соперник в этой серии была. А сыграли мы с ними достойнее всего. Хотя бы по счету. Таруна Рига, правда, считает, что мог бы изменить ход игры против Доркмунда. Но мы скажем, что при ближайшем расплатении Баруси это не лучший для тебя вариант. Я постараюсь выиграть для тебя игровое время. У нас вот март месяц скоро начинается. Давайте мы посмотрим. Мы откатились уже на 8-е место. Нас уже кто-то нас догнал. Ау, вот нас уже догнал и перегнал. Давайте посмотрим, сколько нам до зоны... Ну, условного вылета, да. То есть вот этот вылет мы не считаем. Мы, скорее всего, не вылетим. А вот сколько нам до увольнения. У нас 37 очков. У Баруси Мюнхилландбах, который тут в десятыми, 34 очка. У Франкфурта, которая будет для сточки невозврата, они идут 11-ми, 30 очков. То есть запас в пару игр у нас еще есть. Но он тает. Ну, вперед туда смотреть не хочу. Вперед нам вряд ли уже стоит попасть. Уже в шести очках Байер, который пока входит в еврокубковую стадию. Поэтому нам туда лучше пока не смотреть. На этом все. Да, безрадостная получилась серия, конечно. Но надеюсь, что парни наши выправятся, потому что начинается только март месяц. Осталось еще два месяца за то, чтобы ситуацию как-то исправить и переломить. Ну, а... Стоп, 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 стоп. Таруна Рига жалуется на Хунталара. Это что это? После вчерашнего матча Джордан Таруна Рига вышел к журналистам и подверг... А, это мы, господи, я же Джордж Кунталар, точно. И он подверг жесткой критике решения главного арбитра. Ненавижу сидеть на скамейке, но вчера это было особо неприятно, ведь я чувствовал, что я способен помочь команде. Заявил Таруна Рига и добавил. Я вообще не хочу пропускать игры, особенно такие важные. Господи. Я думал, он на класс Яна попер. Я думаю, он совсем берега попутал, что ли. Нет, он, оказывается, попер на нас. Но тогда справедливо. Ладно, в общем, на этом все. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик. С вами был, как всегда, Минго. Увидимся. Всем до скорого. Всем пока.